Приветствую вас, мои дорогие зрители! Вы на канале Славянка Букс, и я, как фанат фэнтези вселенных разнообразных, хочу вас познакомить с обалденным циклом. Я вот думаю, почему я раньше не прислушивалась к своим подписчикам, которые мне периодически рекомендовали прочитать этот цикл, но всё хорошее когда-нибудь начинается, поэтому на 2021 год я запланировала себе 10 циклов. Если вы ещё не знаете, какие это циклы, то проходите по ссылке в описании и смотрите это видео. Первым циклом Перечитка у меня был, конечно, Толкин с его «Властелином колец», а вторым циклом я решила взять цикл Романа Суржикова по Ларе. Сейчас написано 4 книги в этом цикле, и автор труется над продолжением. Он у себя в Фейсбуке периодически выкладывает информацию о том, как продвигается его книга. И я знаю, что он какое-то время искал переводчика для того, чтобы его заметили западные издатели, а такую книгу нельзя не замечать. Хотя я думаю, куда смотрят, блин, наши издатели, которые издали только первую книгу, а потом застопорились. А зря, потому что книга просто... и книги просто суперские. У меня сегодня видео называется «Десять причин, чтобы прочитать книгу Романа Суржикова» или ознакомиться с циклом Романа Суржикова. Вы знаете, что такие видео я сделаю только для достойных фэнтези, поэтому смотрим до конца и бежим-бежим быстрее искать эту книгу. Первая причина — это текст. Сам Суржиков читал Патрика Ротфуса и говорил о том, что книга Ротфуса, ну, не 5 баллов, а 4 с плюсом из-за того, что ему не понравился главный герой, но ему очень понравился текст. И я такая сижу, думаю, ну, раз Суржику понравился текст Патрика Ротфуса, то, значит, сам автор тоже хороший автор, то есть любит вкусные вот эти вот литературные особенности, как и я. Так вот, текст Суржикова не уступает тексту Ротфуса, потому что, ну, он просто очень классный. Я когда после прочтения Полария стала читать другую книгу фэнтези, о боже мой, как я плевалась. Это была, эта книга была «Серые ублюдки», это вот новая фэнтези, вот недавно совсем вышла. Боже, какой там ужасный текст в сравнении с текстом Суржикова. У Суржикова читаешь и прям получаешь эстетическое удовольствие. На этих страницах его книги огромное количество смысловых связочек, эпитетов, метафор. А какие обращения к друг другу у героев и персонажей, просто, вы знаете, со скрытым смыслом, с подоплёвкой, с всевозможными, знаете, отсылочками. Плюс книги не статичны. От одной части к пятой части мы не читаем один и тот же текст, насыщенный одними и тем же эпитетами и метафорами. Мне нравится, что автор развивается. Ну, например, в третьей книге, по-моему, мы получаем разнообразную коллекцию легенд, которые рассказаны устами одного из персонажей. То есть прям огромное количество притч, сказок, баек, и это классно. А в последней книге, так вообще, мы речь автора читаем через средства массовой информации, то есть там газетные статьи. В общем-то, текст написан сочно, текст яркий, текст просто великолепный русский язык, просто вот почитайте. Вторая причина начать читать это произведение, это, конечно же, персонажи. Начнём с того, что многие говорят, что можно запутаться во таком объёме персонажей. Нет, дорогие мои, вы вообще в этих персонажах не запутаетесь, потому что, несмотря на то, что их много, они все вообще очень-очень разные. В первоначальной книге «Стрела, монета, искра» у нас история трёх героев. Это монета купец Харман, который путешествует по городам Мирополари, и ему лорд даёт тайное поручение. И вот, чтобы это поручение выполнить, он нанимает себе бедного рыцаря Джоакина Ивханна с печального холма, у которого есть, ну как у благородного рыцаря, цель найти свою любовь, любовь всей своей жизни. И совершенно случайно этой любовью, по его мнению, является богатейшая леди знатного дома. Вторая линия, второй персонаж — это искра, это девушка Минерва, которая совершенно случайно оказывается втянута в интриги королевского двора. Она обычная обеневшая дворянка, но она является дальней родственницей императора Адриана, и на неё совершается покушение. И цель деятельности этой девушки — раскрыть, кто же на неё покушался, и вообще, что это за фигня происходит при дворе. Ну и, наконец, третья линия посвящена «Стреле». Это мой любимый персонаж в этих книгах — это Эрвин, герцог северных земель, который был, знаете, таким мажорчиком, прожигателем жизни, но потом он возвращается к отцу и узнает, что отец имеет на него свои планы. А именно отослать непреуспособленного Эрвина в дальнюю глухомань на разведку. Вот так начинается первый том этой книги. Мы знакомимся с тремя главными героями, и вы понимаете, потерять или перепутать всех героев невозможно. Они все разные. Мне очень нравится то, что если персонажей добавляют во вторую, третью и четвёртую книги, то они тоже, блин, разные. Их нельзя забыть, их нельзя не узнать, потому что, например, добавляют глаза и уши короны Марка, следователя тайны полиции. Но он, блин, уникален. У него своё чувство юмора, свой взгляд, свои какие-то, значит, словечки в речи. Потом нам добавляют северную принцессу, сестру Эрвина. Она тоже своеобразная. Её с другими девушками не перепутаешь. Ну и все остальные персонажи тоже. Кроме того, мне очень нравится, что персонажи проходят развитие. То есть они не стоят на месте. Ну, может быть, только Джоакин. Меня он бесил всегда и с самого начала, и до последней книги. Немножко он туповатый оказался. Но это такой персонаж. С другой стороны, есть персонаж, который изначально тебе нравится. Он вот такой положительный, хороший. А потом хоп, и он, оказывается, блин, нехороший. Совершает мерзкий проступок, но в конце реабилитируется. И опять твоя симпатия на его стороне. С другой стороны, нет ни одного персонажа, который был бы, вот просто, знаете, идеально плечист. Плечист, умён, и ещё и дерётся, и вообще прекрасный собеседник. Нет. Если персонаж плечист и дерётся, то он не очень умён. Если персонаж прекрасный собеседник обладает острым умом, то он не очень, значит, и дерётся. То есть тут какие-то минусы, которые уравновешивают те же плюсы. Идеальных персонажей там нет. У каждого есть свои страхи, мучения, проблемы. Если девушка умна, то она не очень красивая, у неё проблемы. Если девушка красива, то она суперамбициозная, и может быть, там проблемы с логикой существуют. Короче, всё как в жизни, вообще суперски. Третья причина — это интересный мир. Это тот момент, когда автор действительно придумал нечто своё. Во-первых, у этого мира есть карта. Спасибо. Сейчас даже есть, по-моему, интерактивная карта, фанаты выпустили. Здесь своеобразный мир, он очень похож на, знаете, такую состыковку средневековья с новым временем. Когда вроде бы ещё есть рыцари в доспехах и благородные дамы, и крестьянские бунты. И в то же время есть уже железные дороги, искровые передатчики, искровые фонари и огнестрельное оружие. То есть вот что-то такое. Плюс куча магических элементов и артефактов. Интересная религия. Здесь у нас праматери. То есть есть церковь про отцов и праматерей, но больше поклоняются праматерям. И вот когда-то эти спустившиеся праматери основали несколько знаменитых благородных домов. И теперь в именах знатных людей есть женские имена. То есть такие праматери, как Ян Мэй, Елена, Глория и так далее, и тому подобное. Денежная система тоже завернута на эту религиозную составляющую, потому что деньги тоже называются Еленками, Глориями, ну и так далее. В общем, интересный мир, своеобразный, любопытный. Ни на что другое не похожий, по крайней мере. Ну, есть только на исторические какие-то отсылки. Четвертая причина — это невероятные повороты сюжета. Можно было, конечно, эту причину на первое место поставить, но языком наслаждаться тоже мне нравится. Так вот, невероятные — это значит реально невероятные. Когда вы читаете, например, главу, посвященную торговцу, она заканчивается и такие, блин, 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 ну там же вот самое интересное нужно, вот. И ты хочешь прям перескочить остальные главы и перейти опять к главе торговца. Но на самом деле и остальные-то главы с такими поворотами, что просто хочется читать и просто. Вот со мной очень давно уже такого не было, чтобы я кроме одной книги чего-то другого не читала. Я всегда читаю две-три книги одновременно, и меня как-то это устраивает. Они разножанровые, разноплановые, и все в порядке. Но здесь вот просто не могла оторваться, и никакие другие книги меня не интересовали. Просто вот только эта книга, потому что она настолько держит твое внимание вот этими приключениями, событиями, переворотами, с возможными поворотами. Ну, диву даешься, как автору это удалось. Пятая причина — это сражения. Я люблю масштабные эпические сражения, и здесь, в данном случае, вас ждет вторая книга, которая называется «Лишь одна звезда». Вот это просто сосредоточение боевых действий, потому что в мире Полари начинается гражданская война, северные лорды идут войной на императора Адриана, и, в общем-то, здесь сражения похожи на шахматные партии. То есть ты заранее не знаешь, кто победит в этих сражениях. Но потому что полководец у северян тот еще чувак, в общем-то, а император тоже непрост. И вот, знаете, я забыла сказать, там, где я говорила о персонажах, здесь нет массы тупых персонажей. И главные герои практически все, они умные. И в второй книге «Лишь одна звезда» сражения происходят не только на поле боя, но и, знаете, идеями, замыслами, мыслями вот этих вот двух главных антагонистов пока что, да, пока не появился третий антагонист, двух главных. И мне это так понравилось, что герои не тупят. То есть если он умный, то он умный, он просчитывает свои шаги, он какие-то логические цепочки выстраивает. Они, блин, с утра встал, у меня правая нога решила, мы пойдем туда, налево и направо. Вот этого здесь нет, и это классно. Шестая причина — это юмор. Автор прям, вот знаете, маленькими такими вкраплениями делает нам юморные вставки. Они, юмор проходит через речь героев, юмор проходит в описаниях некоторых картин, и мне это нравится. Я люблю, когда в фэнтези есть юмор. Седьмое — это мелочи. Знаете, когда вот просто читаешь полное полотно и не понимаешь, ну как бы ты прочел, основное событие тебе запомнилось, и все. Но у Суржикова всегда, наверное, это роднит его с Патриком Ротовсом, есть отсылка к мелочам. То есть здесь нужно читать и обращать внимание на цветы глаз персонажей, на какие-то кружечки, да, то есть чтобы раскрыть какую-то тайну, вернитесь к предыдущей сцене, еще раза три перечитайте ее, обратите внимание на всевозможные мелочи, которые там есть, и тогда, возможно, до того, как автор вам расскажет, вы сами построите свою теорию. И это классно. Восьмая — это детективная линия, мы к ней подошли. Я люблю исторические детективы, а здесь еще и фэнтези детектив примешивается, а в последней книге «Инмейская охота» так вообще там процессуальная часть есть, то есть там есть суд. И суд проходит по всем канонам жанра, конечно, я знаю, что Суржиков прямо консультировался с юристами по этому вопросу, и это круто. Суд был просто идеально прописан, и детективная составляющая тоже, знаете, такая хорошая. Он умеет писать детективы ни разу. Кстати, он побеждал в конкурсах детективных рассказов, если что. Девятое — это магия. Здесь нет такой, вы знаете, магии, которая вот приходит на поле боя, значит, стуканул посухом, волшебный огненный дождь, смял отряды противников. Здесь магия так не работает. Магия здесь работает по-другому. Она работает с помощью артефактов. Но чтобы к этим артефактам подступиться, нужно тоже включить свою думалку и очень-очень хорошо это все продумать и настроить. Причем до конца автор так нам пока и не рассказал. Уже четыре книги. А я до конца так и не поняла, как взаимодействовать с этими артефактами, чтобы они стали магическими, то есть говорящими предметами. Вот это для меня действительно загадка и тайна. Буду ждать пятую книгу, чтобы узнать подробности. И десятое. В завершение скажу, что в этом мире полно возможностей для мелких интересных повестей, рассказов. То есть там очень много неосновных сюжетов, там очень много неосновных персонажей, там очень много местностей, к которой мы еще даже не подобрались. И это дает простор для фантазии. И автор молодец. Он этим напоминает мне Сандерсона. Там есть, значит, у него интерлюди между книгами, то есть между основными частями произведения. Есть небольшие интерлюди, рассказы о каких-то, ну, не главных персонажах, я бы так сказала. И эти рассказы просто восхитительные. Я один рассказ специально в аудиоформат вам перевела. Ну, если вам устраивает мой голос, то можете пройти и прослушать сначала рассказ, а потом уже решить для себя. Хотите ли вы читать Суржикова? А я вам говорю, вы хотите читать Суржикова. Поэтому вперед, из песни быстрее ищите. Единственный минус этого цикла произведений стоит в том, что одна только книга есть в бумажном варианте, и ту сейчас фиг найдешь. Но все остальное есть в электронке, на странице автора в After Today. Я именно оттуда брала эти книги, покупала у него. Ну, если выйдут в бумаге, то сразу вместе на полочку с Патриком Ротвусом этот цикл пойдет 100%. Поэтому автору желаю писать, писать и творческого вдохновения, а вам желаю ознакомиться с этим циклом. А если вы уже знакомы с ним, и так же, как я, стали его преданным фанатом, то напишите в комментариях, какой герой вас вдохновляет, кто ваш любимчик. У меня это, конечно же, Эрвин. Ну, просто супер персонаж, за которым просто супер интересно наблюдать. А с вами была Славянка. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. Пока-пока!